Восстановление международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзенба будет проводиться за счет средств частных инвесторов. Об этом стало известно в ходе совместной Абхазо-Российской встречи в правительстве республики. О какой сумме идет речь, пока остается неизвестным. Однако, по словам премьер-министра страны Валерия Абганба, оказать финансовую помощь сама Абхазия в этом деле не сможет. Реконструкцией воздушной гавани будет заниматься частная компания «Аэроинвест». Начать этот процесс российский инвестор планирует уже осенью этого года. И, как рассказывает руководитель проекта Егор Соломатин, аэропорт потребует восстановления практически с нуля, за счет чего такая работа может занять не менее двух лет. У нас сейчас стадия разработки мастер-планов, он заканчивается, поэтому особых может быть очень услуг. Но это будет не менее, наверное, двух лет примерно, потому что после мастер-плана нам необходимо будет разработать проектно-смертную документацию. Это около полугода, аэропорт, к сожалению, требует фактически на одностояние с нуля, кроме взлетной полосы, которая требует тоже глубокого ремонта. Поэтому все, что необходимо в сегодняшнем аэропорту, мы будем делать фактически заново. В ходе Абхаза российских переговоров также поднялся вопрос подготовки кадров. Россия в этом случае готова предложить авиационные учебные заведения и принять на обучение будущих специалистов для Сухумского аэропорта. Невозможно открыть аэропорт, если они не будут работать. Мы как раз обсуждали вопрос о том, что Российская Федерация и учебные заведения, имеющие большой опыт подготовки авиационных специалистов, готовы будут обучить, принять обучение по многим направлениям авиационной деятельности. У нас разные факультеты есть авиационные, которые как раз позволят обеспечить персоналам, обеспечить работу Сухумского аэропорта. После официальной встречи в кабинете министров Абхазии премьер и гости из России отправились на осмотр самого объекта, дать оценку без наблюдения специалистов, российские инвесторы затруднились. Сам же аэропорт был построен в 60-е годы, тогда его пассажирооборот летом составлял до 5000 граждан в сутки. Однако в период Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала были повреждены, и уже в 1993 году его пришлось закрыть. Сегодня же, спустя 26 лет, у этого объекта может появиться будущее, но вот точные сроки восстановления пока остаются неизвестны.